Молитвы До этого он говорил о том факте, что есть люди, которые молятся на улицах Есть люди, которые дают милостыню Чтобы люди увидели их и оказали почтение и восхваляли их в синагогах И таких людей он называет лицемирами С греческого языка слово «лицемир» означает «актер театра» Это значение слова «гипокритос», что в русском переводе обозначает «лицемир» Люди, которые одевают маски, наносят грим для того, чтобы их лица были видны в самом выгодном свете И не увидели бы все их недостатки, которые есть на их лицах ради игры в театре Затем он обращается к своим ученикам в 6 главе, в 6 стихе Молитесь в своей комнате с закрытой дверью Молитесь Отцу Небесному в тайне Потому что Бог, который видит тайное, видит все Он видит, что у вас в сердце Он слышит то, что у вас на устах И если то, что у вас на устах не совсем соответствует тому, что у вас в сердце Это совсем нехорошо Это означает, что вы такие же лицемеры, как и те фарисеи, о которых говорил Иешуа ранее И тогда он учит их, как им нужно молиться В 7 стихе 6 главе Евангелия от Матфея Молясь, не говорите лишнего, как язычники Ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны То есть, когда вы молитесь, не молитесь, как другие народы, язычники Идолопоклонники, которые кричат громко Громко, продолжают и продолжают и продолжают И молятся и думают, что чем больше они будут молиться Бог их лучше услышит Иешуа сказал, не будьте такими И это довольно странно Несколько уроков назад я уже говорил, что в христианском мире не слушают Иешуа Говорят, мы верим в Иешуа, но мы не верим тому, что говорит Иешуа И это то, что мы должны изменить Мы должны относиться ко всем словам Иешуа Не как к рекомендациям, но как к заповедям Как к обязанности делать то, что он нам говорит Иешуа сказал, если вы любите меня, то соблюдете мои заповеди Он не сказал, если вы любите меня, тогда не нужно соблюдать мои заповеди Он сказал, если любите меня, соблюдете мои заповеди И вот здесь у нас есть очень ясные заповеди Ишуа о том, как молиться, как давать милостыню, как себя вести с нашими врагами, как себя вести с людьми, которые хотят причинить нам вред. Это заповеди. И Ишуа вкладывает смысл в каждое слово, которое он сказал, и он требует от нас услышать его. И вот он говорит не молиться, как язычники. Слова, 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 длинные молитвы. Бог наш Творец по Своей природе сердцеведец, и Он знает то, что нам нужно, то, чего мы желаем, и что лучше всего дать нам прежде, нежели мы попросим у Него. Потому здесь предлагается молиться так. Отец наш Небесный, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небесах. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и Сила и Слава вовеки. Амэн. Сколько времени это заняло? Одну минуту. Даже меньше, чем минуту. Но эта молитва покрывает весь спектр правильной молитвы. Что у нас есть в этой молитве? Первое, что мы здесь видим, это адрес. Это очень, очень важно. Кому мы молимся? К кому обращена наша молитва? Чьи уши должны услышать нашу молитву? Молитвы – это как письмо. Если адрес неправильный, молитва не будет принята. Она не будет услышана. Поэтому очень важен правильный адрес. И этот адрес – Отче наш, сущий на небесах. Отче наш, небесный. Когда мы говорим «Отец наш», мы имеем в виду того, кто нас сотворил. Когда мы говорим «Отец наш», мы имеем в виду того, кто заботится о нас, которому важно, чтобы нам было хорошо. Все отцы хотят, чтобы их детям было хорошо, чтобы все с ними было в порядке. В одном месте Ишо уже сказал, «Если попросите у своего отца рыбу, он не даст вам змею. И если попросите хлеба, он не даст вам камень». Добрый отец заботится о своих детях, заботится о том, чтобы у детей было все необходимое. Заботится о том, чтобы его дети росли и физически, и духовно. И брали на себя ответственность быть похожими на отца. ДНК отца находится в детях, ДНК Бога находится в нас, в каждом человеке. Поэтому адрес, по которому мы должны обращаться в молитве, должен быть правильным. У нас есть только один Бог, только один Отец. И наша молитва должна быть обращена по одному адресу – к Отцу. Я помню, когда мой сын был маленьким, ему было где-то 9 лет, и мы с группой из нашей общины поехали в Грецию и посетили Коринф. И были в одном месте, где едят много суфлаки, греческий шашлык из баранины. Есть и не баранина, но мы ели баранину. И я купил своему сыну шашлык. Он остался голоден и попросил еще. Я купил ему еще один. И вот я вижу, что он ест третьи суфлаки. Я спросил его, откуда это? И он сказал, я попросил у Салима. И очень сильно рассердился. Я отвел его в сторону и несколько раз ударил его по попе, потому что он унизил меня. Он попросил у одного из моих учеников, чтобы тот купил ему суфлаки после того, как я купил ему уже два. Он подумал, что если он подойдет ко мне и попросит третий, он не получит. Меня это унизило, и я ужасно рассердился. Так же и Отец наш Небесный. Он тот, кто дал нам жизнь, свет, масло и хлеб, и мясо. Все, в чем мы нуждаемся. Поэтому, когда мы молимся, мы молимся Отцу. Мы не молимся Святому Духу. Нет ни одного примера того, что кто-то молился Святому Духу. И нет настоящего примера, что кто-то молился даже самому Ешуа. Нужно молиться во имя Ешуа. Нужно молиться во имя Ешуа, чтобы Ешуа открыл нам дверь к Отцу, чтобы Он привел нас к Отцу. Но не Ешуа. Я знаю, что в христианском мире молятся Ешуа, Святому Духу, Отцу, но... У нас нет такого примера. Заповедь такова, что когда Ешуа учит своих учеников молиться, Он сказал, «Молитесь же так, Отец наш Небесный». Это и есть адрес для всех наших нужд. Евреи, которые говорят «Беркат Аммазон» – молитву после принятия пищи, говорят, «Поел, насытился и благословил Бога, Господа Своего, за землю добрую, которую Он дал тебе». Говорят, что Господь дает пропитание каждому. Почему? Потому что вовек милость Его. Бог дает жизнь и пропитание, и душу, и дыхание каждому. Он является Отцом для всех нас. И поэтому все люди, евреи и неевреи, должны послушаться Ешуа и говорить «Отец наш Небесный» – это и есть адрес. После того, как мы произносим адрес, мы просим великие вещи. «Да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле». Что значит «Да придет Царство Твое»? Бог есть Царь во веки веков. У нас есть места Писания в Танахе, в Торе, в Пророках о том, что Господь есть Царь. И Он царствует над Своим творением от бытия, 1.1, где написано «Вначале сотворил Бог небо и землю». Он хозяин, Он царь. Но люди взбунтовались против Бога, отвергли Его как царя уже во время строительства Вавилонской башни. Хотели быть независимыми, царствовать над собой. Поэтому Господь разделил их на разные народы. И каждому народу дал свой язык и территорию. И царство осталось для некоторых, которые приняли Бога как царя. Итак, после того, как мы сказали «Отец наш Небесный» и обратились к правильному адресату, первое, что нужно, это позаботиться о большей глобальной картине, о Божьем Царстве. Божье Царство придет на землю таким, какое оно на небе. «Господь царствует на небе, над ангелами и над всеми силами небесными и природными, над солнцем, звездами и всем вокруг. Мы просим, чтобы такая же власть, которая есть у Него на небе, пришла и сюда, на землю, чтобы Его Царство было здесь в силе и славе, так же, как и среди ангелов на небесах». И как это будет? Чтобы мы исполняли Его волю так же, как она исполняется на небесах, чтобы мы так же исполняли ее здесь, на земле. Такая молитва. Когда мы говорим «Да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле», мы берем на себя Божье Царство, как Божьи дети и как ученики Ешоа, как люди, которые отдали свою жизнь Богу в живую жертву, чтобы служить Господу, Богу Израиле и Машиаху. Так мы и должны совершать Божью волю здесь, на земле, как ангелы совершают ее на небесах. Это смысл этого предложения в Матфея 6 главе, стих 10. Но нам так же нужно есть и существовать, и жить здесь, на земле, потому что мы не ангелы и мы не на небесах. Поэтому нам нужно жить здесь, на земле, и поэтому мы молимся «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Что значит «насущный хлеб»? Это то, что нам необходимо сегодня. Мы молимся о том, чтобы Бог нам дал все необходимое на сегодняшний день. Не меньше и не больше, а все, что нам нужно. Не всегда то, что нам нужно, — это все, что мы хотим. То, что нам нужно по закону, — это мы просим Бога дать нам. То, что нам положено получить от Него, Господь. Заботиться о нашем заработке. Это то, что имеется в виду в 11 стихе. Позаботься о нашем заработке сегодня. Каждый день, чтобы мы получали то, что заработали. Это и есть насущный хлеб. 12 стих. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Ранее на прошлых уроках мы изучали принцип мира за миру, глаз за глаз. И здесь действует тот же принцип. «Прости нам так же, как и мы прощаем тех, которые нас обидели». Тем, которые должны нам, мы должны Тебе. Да, все мы, все люди обязаны Богу. Мы обязаны Богу. «Прости нас, Боже». «Прости нам, Господь, все, что мы задолжали Тебе». Но каким образом? Так же, как мы, люди, с Твоим характером прощаем других. Мера за меру. Что будет, если мы не прощаем других? Тогда и Он не простит нас. И у нас есть очень ясная притча, которую рассказал Ешуа о том, что один человек задолжал пять тысяч динариев своему господину, царю. Царь простил его. Тот пошел на улицу. После того, как он получил такое великое прощение, нашел своего друга, который был должен ему пятьдесят динариев, схватил его за горло и сказал, что если он не отдаст ему, тот бросит его в тюрьму. Царь услышал об этом и сказал, «Ну-ка, подойди, теперь ты пойдешь сам в тюрьму. Я забираю у тебя то, что дал тебе. Ты не простил, и я не прощаю тебе. Я сделаю то же самое». И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Сохрани нас, Отец. Не дай дьяволу искушать нас и испытывать больше, чем мы можем выдержать. Это и есть работа дьявола – искушать святых, как он искушал Иова. И наша молитва такова. Отец, не введи нас в искушение, которое мы не сможем выдержать. Испытай нас только в том, в чем мы сможем устоять, чтобы мы прошли экзамен удачно, благословенно и смогли благословить других людей, потому что ты есть Бог. Твоё царство и сила, и слава во веки веков. Нет никого, кроме Тебя. Твоё царство, Твоя земля, Твои небеса – всё принадлежит Тебе, и Ты, Бог, во веки веков. Это наш Бог. Такая молитва занимает минуту или даже меньше. Запомните, это Бог знает заранее помышления сердец ваших. И Он не нуждается в том, чтобы мы устраивали представление. Крича, плача. В этом фарисеи были профессионалами. Но Бог говорит так, молитесь коротко и ясно. Этого мне достаточно. Это то, чему учит Ешуа своих учеников. Мы ещё поговорим об этих темах позже. И в следующем уроке мы продолжим говорить о Нагорной проповеди. Всего вам хорошего. Будьте благословенны и продолжайте учиться. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве и Ешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazis-media.tv Девушки отдыхают. Субтитры создавал DimaTorzok